Привет, человек! Сегодня великий день. Команда зеленых человечков подготовила для тебя цикл мини-лекций, которые позволят тебе сделать твою повседневную жизнь экологичней. Если ты хоть однажды думал об этом, тогда считай, что ты готов. Правда в том, что конец близок, а виноват в этом ты, человек. Пока ты сидишь на диване и делаешь вид, что тебя это не коснется, кучи мусора за твоим порогом растут. Такими темпами к 2050 году вместо травы и деревьев мы будем видеть из окон холмы разлагающегося пластика. Мусор, который ты запихнул в черный пакет и вынес глаз долой, исчезнет из твоей жизни только формально. Он годами будет гнить на свалках, отравляя землю и воду вокруг. Каждый день каждый житель среднего города производит более двух килограмм мусора. За год семья из трех человек выбрасывает более тонны отходов. За последние десятилетия количество мусора увеличилось вдвое из-за большего количества упаковки, которую используют производители. А теперь информация для размышления. Цифры разложения. Банановая или апельсиновая кожура разлагается около шести месяцев. Подумай об этом, когда выбрасываешь ее под ближайший курс со словами «Она же биоразлагаемая». Биоразлагаемая? Картон. Два месяца. Офисная бумага. Два года. Упаковка от молока или сока. Пять лет. Сигаретные окурки. Десять лет. Да, человек, ты глуп и травишь себя. Еще планету, которая дала тебе дом. Так что подвязывай. Я серьезно. Пластиковая чашка, либо любая другая пластиковая ерунда. Пятьдесят лет. Нелоновая ткань. Тридцать-сорок лет. Точно нужна очередная кофточка, которую ты наденешь три раза? Консервная банка. Пятьдесят лет. Батарейки разлагаются сто лет. При этом отравляют землю и воду вокруг на сотни километров. Одноразовая маска для лица. Пятьсот лет. Может, возьмешь себя в руки и начнешь таки пользоваться многоразовыми? Задумайся. Две тысячи пятьсот двадцать первый год. Тебя давно нет. А маска, которой ты пользовался один раз в течение двух часов, до сих пор гниет. Пластиковая бутылка от четырехсот пятидесяти лет. Полиэтиленовые пакеты. Да-да, те самые, которые мы бесплатно берем в магазинах от ста до пятисот лет. Подумай вот о чем. Первый пакет был создан в 1957 году в США. На сегодня ни один из полиэтиленовых пакетов не разложился до конца. Алюминиевые банки от пятисот лет окисляются и выделяют вредные вещества при разложении. Стекло более тысячи лет. Нет, вдумайся, тысячи лет. Пенопласт для полного разложения нужно от пятиста тысяч до миллиона лет. А теперь останови видео, пойди и посмотри свою мусорку. Больше, чем половина заполнена отходами, которые переживут тебя и еще минимум пять поколений твоих потомков. Человек, одумайся, хватит гадить. Мы ответственны за все, что происходит с землей. А земле больно. Еще несколько лет с таким уровнем безответственного употребления, и мы сами себя завали мусором. Ты этого хочешь? Я точно знаю, что нет. Ты ведь просто не знал, а если и знал, то не задумывался. А еще это все так сложно и нет времени разбираться. Ты, как и все, ни в чем не виноват. Пришло время одуматься, человек. Решение есть, а у тебя есть шанс все изменить. Лучшее время, чтобы начать что-то делать вчера. Но сегодня тоже подойдет. Главное не откладывать на завтра. Поздравляю тебя, человек. Ты уже потратил пять минут своего времени, а значит, процесс твоей трансформации запущен. А осознанная и экологичная жизнь уже не загорает. Добро пожаловать в увлекательное эко-путешествие, которое не будет отнимать слишком много твоего времени, будет полезным и поможет сделать быть твоей семьи экологичным. Все, что нужно делать, это не пропускать наши короткие лекции, помогать их распространению и выполнять небольшие задания и рекомендации. Задание номер один. Добавь это видео к себе в сториз, либо отправь как можно большему количеству своих друзей, чтобы как можно больше людей присоединялось к эко-движу. Потрать 30 секунд твоего времени, человек. 30 секунд на действие, которое будет приносить пользу тебе, твоим потомкам и нашему общему дому, планете Земля. Планета скажет тебе спасибо, вот увидишь. Ну а мы увидимся совсем скоро на второй мини-лекции, где будем разбираться, зачем сортировать мусор, и главное, как правильно это сделать. До встречи, человек!